Депутаты городского маслехата проверили школьные столовые. Чем кормят учеников и какие замечания сделали народные избранники? Ответы на эти вопросы в репортаже Мирамгус Лакимбаевой. Вопрос бесплатного горячего питания школьников неоднократно обсуждался на заседании постоянных комиссий маслехата Караганды. На протяжении многих лет местные власти гордились тем, что учащиеся обеспечены бесплатной горячей едой. По словам депутатов, в этом году с питанием появились некоторые нюансы. В связи с этим народные избранники решили проинспектировать некоторые городские учебные заведения, цель которой является проверить, не экономят ли повара на овощах и фруктах. Проверили и общеобразовательную среднюю школу номер 15. В ходе проверки городских школьных столовых депутатами маслехата Караганды было сделано несколько замечаний, рассказывает Сунхи Ким. Сняли пробы с порции, которая была на тот момент. Значит, это был рис, котлета. Ну, попробовали рис, сказали, рис проваренный. Котлета одной показалась пересоленая, вторая попробовала, говорит, да нет, нормально. На сегодняшний день в школьной столовой питаются 46 детей из малообеспеченных семей. Хоть и до этого времени родители карагандинских школьников жаловались на то, что их детей недостаточно хорошо кормят, то в данное время таких заявлений нет, говорит завуч по воспитательной части. До этого момента жалобы поступали, сейчас пока жалоб не было. Надеемся, не будет. После того, как народные избранники выявили нарушения со стороны КУХ рабочих, арендаторы были просто вынуждены поменять персонал на 100%. По итогам их проверки мы приняли меры. Я, как предприниматель, который веду здесь горячее питание в школе номер 15 города Караганды, я заменила персонал на 100% заведующего производства, значит, повара и пекаря. Ни для кого не секрет, что плата за школьные обеды в начале учебного года повысилась. Это вполне объяснимо. Выросли цены на продукты. Однако большинство ребят от обеда в школьной столовой отказываются. Например, Соня Шамилина, ученица первого класса. Мне не нравится, когда я с тормозками прихожу, мне нравится кушать. А когда вот я здесь, мне не нравится. Невкусно. А кому-то нравится или просто нет выбора? Мне нравится ездать тем, что меня кормят. Ситуация со школьными обедами в целом по городу одинаковая. Кушать школьные обеды дети не хотят. И насколько это продлится, мы не знаем. Рамгус Лакимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.